За всю историю инквизиции в мире было сожжено на кострах около 9 миллионов женщин. Последнюю так называемую ведьму таким образом убили в 1860 году в Мексике. Нашу страну инквизиция также не обошла стороной. В Орловской губернии считали, что прирожденная ведьма это 13-я рожденная в семье девушка. Многочисленными были внесудебные расправы за подозренными в ведовстве. Испытывая ведьм топили, а желая нанести вред, избивали и калечили. Считалось, что если ведьме нанести сильный физический вред, то она лишится своих колдовских способностей. Но такие методы борьбы с ведьмами инквизиторам средневековья показались бы детскими шалостями. Они пошли дальше, поставив производство пыточных приспособлений практически на поток. В Орел из Питера привезли копии самых распространенных детищ инквизиторского инженерного искусства. Ведьму инквизиция должна была не просто казнить, а выбить из нее чистосердечное признание в общении с нечистой силой. Все орудия пыток сделаны так, чтобы причинять боль, но не убивать жертву. Вот, например, так называемое ведьмино кресло. Но шипы были расположены на такую величину, что они доставляли большую боль ему, и он медленно приподнимался. Но одним из самых жестоких методов наказания во времена инквизиции считалась Нюрнбергская баба. Первое достоверное упоминание о казни Нюрнбергской бабы относится к 14 августа 1515 года. В этот день молодую 23-летнюю девушку обвинили в колдовстве и казнили при помощи двух створок, внутри которого находились шипы. Медленно закрывали дверцы, тем самым принося жертву очень большие мучения и страдания. Кстати, в те времена наказывали не только ведьм. Эта скрипка-сплетница, она надевалась на несколько дней на женщин, пойманных на клевете. Здесь есть и испанский башмак, и тиски. Выставка не для слабонервных, признаются экскурсоводы, и тут же подливают масло в огонь. Лезвие у этой гильотины иногда падает само по себе, словно отрубая незримую голову. Поэтому работники Петропавловской крепости каждый месяц ужасающие экспонаты окропляют святой водой. Вроде бы на время помогает, неуверенно говорят экскурсоводы, и приглашают на выставку лишь зрителей с сильной психикой.